аудио рэп книга под названием не про рэп начало когда-то я тоже думал как и вы что все звезды которых я смотрел по ящику вышли в люди благодаря своему таланту почему-то мне казалось что это так и есть и даже не было мысли думать по-другому насчет этого но к большому сожалению я глубоко ошибался верил что все кто улыбается в ярких солнечных нарядах по ту сторону экрана являются талантами которые пробились сами но увы реальность она такая если у тебя есть папик ты станешь певичкой это звучит так бывшая проститутка когда-то нашла себя обеспеченного рогатого скота которому она в один день скажет мой милый я всегда хотела петь я хочу стать певицей нагло улыбающий скот и и скажет да не вопрос моя детка все у тебя будет только сегодня хорошо мне отсоси дело было восхитительно сделано и вот папик начал делать звоночки нашлись гострайтеры которые напишут этой мымре хороший текст со смыслом вот уже нашли аранжировщика который сделал за хорошие деньги великолепное инструментальное сопровождение и вот она уже заходит в шикарную студию где дорогостоящее оборудование осталось только открыть ротик под инструментал звукорежиссер сведет голос с эффектами так что соловью начнут завидовать бывшей проститутке звукорежиссер знает что голос у него полное говно как звуки из канализации но он с улыбочкой ей скажет как же вы шикарно исполняете словно как монсеррат кабалье и вот пошла вирусная реклама новости в сми интервью фотосессия сногсшибательные заголовки чтобы вот благодаря своему таланту и упорству родилась новая звезда у нас которая врывается в наши музыкальные чарты да ребята это не фантастика певица сначала исполняла свои песенки в переходах в электричках а теперь она пьет бренди рядом с именитыми певцами на музыкальных фестивалях нашей страны да ребята мечты сбываются мечты сбываются и какой-то малой по ту сторону экрана смотрит на это все или какая-нибудь там юная девочка и думает что реально реально можно с помощью своего таланта и с помощью своего упорства можно достичь таких музыкальных высот в нашей музыкальной индустрии если честно да и пусть они лучше верят в эту иллюзию чем они узнают всю правду про наших певцов и певичек порой мне бывает так плохо так сука плохо что жизнь кажется абсолютно бессмысленной нет я не имею ввиду что когда мне типа хорошо жизнь имеет какой-то для меня смысл я имею ввиду что когда тебе плохо то жизнь становится настолько понятной без какой-то вымышленной иллюзии без каких-то денег и лишних красок что ты чувствуешь правду правду этой жизни и что тебя окружает и выходит чтобы понять какой жизнь на самом деле является нужно чтобы тебе стало плохо и только тогда ты поймешь насколько жизнь бессмысленная и суровая радость это скорее всего обман внутри человека радость это скорее всего иллюзия в которой мы погружаемся на время и нам кажется что это будет длиться вечно но когда уходит радость и счастье приходит реальность под названием плохо я хочу сказать тебе мой милый друг если тебе сейчас плохо то ты познаешь всю реальную сущность мира да это именно так возраст возраст существует ли он и кто его придумал кто придумал что человек должен взрослеть или как-то должен думать иначе в свои 40 или 50 лет не бывало ли у вас такое что вы в душе все тот же ребенок и подросток которому 15-18 лет просто лицо немного постарело и вылезли морщины почему нас заставляют меняться почему нас заставляют отказаться жить с родителями и что плохого когда ты живешь с родителями родители всегда будут тебя любить такой какой ты есть и никогда не предадут есть своя комната своя кровать свой стол свой компьютер и зачем уходить от этого комфорта в поисках каких-то мучений ради какой-то стервы разве это не замечательно видеть каждый день свою маму и быть всегда рядом с ней и помочь ей в любой момент когда и это нужно мне нравится собирать например игрушечные железные дороги почему я должен отказаться от этого и идти на завод херачить по 20 часов раскрой свои глаза посмотри правильно ли ты живешь о чем гласили все неудачники которые переехали от родителей и стоит ли вообще кого-то слушать или с кого-то брать пример нет конечно есть только ты и твоя семья и не существует никакого возраста существуют ли тупые люди и существуют ли умные люди я бы ответил на это так не существует не глупых не умных людей есть люди которые знают больше чем ты этим и они выделяются среди других есть просто люди которые знают больше чем ты либо меньше чем ты нельзя назвать тупым человека если он не знает тех вещей которые знаешь ты и также наоборот если кто-то умеет читать лучше чем вы это не означает что он умнее вас просто знает технику счета и вычисления лучше чем вы если вы знаете все буквы алфавита а другой человек его не знает это не означает что он тупой это означает что он не учил а вы учили в моей жизненной практике встречались разные люди были те кто учился в школе на одни пятерки в итоге сейчас жизни есть последний хуй без соли хотя в школе этого человека учителя гладили поголовки и также есть тот самый двоечник который построил бизнес и имеет состояние в 30 миллионов долларов кто из них тупее и кто из них умнее никто ответить так и не сможет может быть все дело в деньгах у кого их много тот значит умней или кто лучше учиться в школе тот значит умнее непонятно как правило в школах двоечников всегда считали низшим слоем но тут же ситуация меняется когда этот человек выходит в когда у него начинают шелстеть бумажки цифрами и все эти люди то считал себя выше него начинают унижаться перед ним и липнуть к нему как пчелы на цветочке можно сказать одно двоечник знает жизни то что не знает пятерышник то к чему стремился и знал пятерышник в школе этого не хотел знать двоечник возможно из-за того что это было ему попросту неинтересно это что стало неинтересно в бизнесе пятерышнику стало интересно мальчику двоечнику но это не означает что тот или иной человек является тупым или умным деньги появляются только у тех кто этого действительно хотел и у кого был поставлен на это интерес и правильный вектор действий по заработку денег природа помните одно природа сама определит ваш путь в этой жизни мы не можем быть все одинаковы мы не можем быть все отличниками мы не можем быть все пятерышниками мы не можем быть все двоечниками радуйтесь тому какой вы есть не смотрите на других не завидуйте другим не подражайте другим используйте свою уникальность которой дала вам природа и в бедности есть радость и в богатстве есть радость и в бедности есть горе и в богатстве есть горе. Жадность, жадность, жадность. Я пришел к выводу, что жадность, наверное, это природное качество человека. Все любят жадность. Нет такого человека, который бы не полюбил бы жадность. Кто же откажется от двух или трех автомобилей? Кто откажется от денег? Чем их больше, тем лучше. Я не встречал еще в своей жизни человека, кто не хотел бы больше и больше. Человек зарабатывает сначала 30 тысяч, потом ему хочется 50, потом ему хочется 100, потом ему хочется 200, потом ему хочется 500, и он никогда не остановится и не откажется от этой работы. Жадности. Современный человек очень сильно обнаглел, начиная от детей, заканчивая взрослыми. Он хочет вкусно есть каждый день, он хочет вкусно пить каждый день, ездить по разным жарким странам, каждый день он хочет, чтобы за него убирался робот-пылесос, он хочет всегда спать на мягком, он хочет смотреть только качественные фильмы, он хочет слушать только качественную музыку и при этом за это не платить. Он хочет, чтобы все это было бесплатно в его доме. Электричество, газ, вода. Но то, что он стал паразитом, это его нисколько не волнует и не удивляет. К сожалению, паразитов стало очень много. Каждый стремится к медали, к великому ордену под названием Дармоед. Нашим родителям я бы поставил памятники, глядя на то, в каких условиях они рожали и держали нас и воспитывали. И в каких условиях сейчас сражают современные мамашки. Им и деньги дай за ребеночка, и соки, и пеленки, и помощь денежную, когда наши родители обходились без всего этого. Наши родители хотели детей не ради денег, не ради помощи, не ради каких-то говенных пеленок. Наши родители обходились без всего этого и вырастили нас здоровыми, крепкими и сильными людьми. Браво! Я аплодирую стоя всем нашим родителям до 2000 года. А что касается современных детей, они сильно избалованы и видны пробелы в воспитании. С четырех лет у этих детей уже игрушки по 10-20 тысяч рублей, а то и больше. Айфоны, гаджеты, смартфоны. Никаких трудностей, комфорт, жратва и полный живот. Неудивительно, что скоро многие будут страдать ожирением. Это будет самая страшная беда современности. Но ничего страшного. Недалек тот час, когда многие будут жрать землю из горшка. Всего вам хорошего. С вами был я, ваш братишка Амин Чепинкос. Конец аудиорэп книги не про рэп. Субтитры создавал DimaTorzok